всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео из рубрики синтезируй это я бы хотел создать какой-нибудь интересный мощный плотный pet и собственно поговорить об особенностях вообще синтеза подобных звуков у меня открыт пустой проект здесь уже есть загруженный бит просто чтобы было нескучно слушать этот самый pet и здесь на дорожка сейчас я так и назову pet и попробуем собственно создать какой-то интересный развивающийся pet то есть в чем вообще особенности педа как инструмента скажем так аранжировочного это какой-то фоновый инструмент который создает глубину настроения то есть в нем должно быть заложено во первых вот такая определенная мягкость скажем так он должен обволакивать он не должен мешать каким-то основным инструментом там вокалу или там барабаном и так далее то есть он может быть каким-то глубоким низким он может быть среднечастотным верхних частотах наверное реже только из кита одиночные ноты вот но обычно это средний регистр либо низкий регистр вот и соответственно если чем интереснее pet тем его можно скажем так дольше удерживать потому что сам сама суть педа что это долгий звук он тянется минимум такт а то и больше то есть это не какой-то короткий звук стакатный и соответственно чем интереснее сам звук то есть он должен быть не статичным он должен быть максимально динамично то есть он должен во времени развиваться по чуть-чуть хотя бы как-то но что-то в нем должно меняться потому что если он будет просто на вот как вы его взяли он звучит и он так например там 8 тактов звучит одинаково но просто слушатель от него утомиться то есть этот пэт начнет просто давить скажу так морально на слушателя даже если где-то на заднем плане его не слышно то есть все такие самые классные пэды там в мбит музыки в какой-то в ней музыки если вы внимательно послушаете да и даже там в транс музыки да они как правило имеет хотя бы какое-то развитие развитие достигается за счет модуляции и это мы сегодня рассмотрим и так я здесь для примера взял спайр то есть мы будем делать его в спайре но это абсолютно не значит что только в спайре можно сделать хорошие пэды для этого можно использовать ту же алхимию например если вы пользуетесь лоджиком или использовать там какой-нибудь серум но все топовые современные синтезаторы подойдут для хорошего пэда единственное только желательно что было бы несколько осцилляторов желательно больше двух вот здесь например в спайре их четыре и за счет этого мы можем делать реально интересные звуки вот конечно же можно делать лейринг из нескольких синтезаторов но здесь мы сегодня это рассматривать не будем тоже такие скажем так развитый вариант того что мы будем делать сегодня и так с чего у нас начинается звук пэда в первую через звук пэда как это не странно начинается с самой партии то есть с нот которую мы сыграем потому что какой бы классный звук не был как бы долго вы не крутили если у вас исходный материал просто не поедавый ну то есть там какая-то одна нота непонятная тянется или постоянно что-то меняется нота с ноты перескакивает то ну этот пэт просто не успеет себя показать то есть идея в чем я специально здесь сделал такой длинный луп я сейчас запишу просто какой-то аккорд возьму интересный у меня сейчас открыто просто по умолчанию обычные настройки синтезатор то есть просто сплошная волна пилообразная ничего нету никакой модуляции никаких эффектов то есть ну самочный на есть по умолчанию пресет и давайте попробуем подобрать конди корт хочется сделать что-то плотнее так у меня в аранжировки здесь ничего вообще нет я могу себе позволить занять достаточно широкий частотный диапазон этим пэдом я возьму какой-то такой интересный аккорд который свойственен для пэдов если что нужно убедиться что мне хватает количества голосов поставлю запасом вот какой-то такой сейчас сделаем запишу так этого достаточно сейчас я сделаю квантизацию чтобы мне все ноты начали в одно время и сразу растяну на всю длительность нашего проекта те ноты таким образом у нас получается такой очень длинный долго тянущийся пэд ну естественно сейчас это слушать невозможно потому что это очень резкий звук назойливый ну все вы все сами слышите ну и теперь собственно вторая фаза когда мы собственно уже собираем под эту партию какой-то звук и давайте начнем собственно с 1 осциллятора в принципе можно оставить и пилообразную форму волны сейчас прям будем экспериментировать здесь чем мне нравится спайр что здесь очень хорошая работа с дитюном из с унисонами с расширение голосов естественно поставлю сразу побольше голосов можно поставить 2 октавы чтобы звук еще был более таким широким и объемным далее что мы сделаем сразу я поставлю фильтр возьму какой-нибудь из пас фильтров ну я хочу такой мягкий звук поэтому в принципе пока фильтр оставлю вот на таком среднем положении и с не очень сильным срезом то есть lp2 это не очень крутой фильтр то есть он не очень сильно срезает высокие частоты 4 он срезать достаточно резко вот в принципе для пэдов таких объемлющих можно даже и lp1 попробую пишем чуть-чуть высокие частоты как бы проходили но были заметно тише чем средние низкие давайте добавим 2 осциллятор попробую здесь сделать что-то поинтереснее например выбрать что-то из вот этих вот волн например может быть попробуем и создам еще один слой для саб баса чтобы у нас так как опять же баса у нас нет мы можем себе позволить немножко скажем так разгуляться создам квадратичную форму волны и сделаю низкую октаву но единственный проблем в том что у меня же здесь аккорд и вот эта низкая частота будет применима ко всем нотам поэтому здесь это не очень сработает поэтому я наверно советую таким образом это не делать то есть просто если нужен бас добавить еще одну ноту вниз но это это скорее все будет каши образ немножко звучать но опускать один из осцилляторов а так низ как здесь в этом примере не очень хорошо потому что у нас здесь очень много нот и по сути они все на октаву не спускаются этим осциллятором это ну мягко скажем добавляет очень такую ужасную кашу поэтому пока не будем занимать низкие частоты оставим и опыт таким среднечастотным но наоборот добавим какой-то очень высокий высокий осциллятор это же сделаем и разделение по голосам ну вот такой на звук получился первое что нам нужно еще сделать нам нужно обязательно подредактировать огибающую усилителя то есть нашей громкости сейчас на звук начинается прям просто ни с того ни сего нам нужно его все-таки сделать с плавной атакой можно сделать sustain чуть чуть потише то есть что у нас как бы сперва поднимается громкость а потом плавно 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 опускается до уровня состояние то есть у нас громкость не остается на одном уровне а очень медленно так как дикей я сделал большим опускается до уровня сустейна и обязательно сделать большой релиз ну вот это уже больше похоже на пэт и теперь собственно нужно добавить то самое движение которыми говорил то есть даже несмотря на то что сейчас звук достаточно плотный жирный объемный он все равно статичный и уже на втором третьем такте уже хочется от него избавиться скажем так поэтому давайте попробуем сделать его поинтереснее в первую очередь конечно же это делается автоматизации фильтра то есть можем открывать закрывать фильтр и для этого я возьму лфа он для пэдов идеально все подходит потому что у нас пэт тянется долго соответственно нужно чтобы эти повторения были цикличные пишем они один раз произошли а периодически с какой-то длительностью они происходили эти изменения вот поэтому я беру его один выбирая здесь фильтр готов один вот этот вот и пускай делаю усиление воздействия на эту ручку этим афа и сейчас подберем просто то как это фа будет работать с этим фильтром так уже интереснее и я что еще сделаю я это жил фон назначу на громкость 3 осциллятора это мне позволит как будто этот верхний звук который очень высокий чтобы он топ появлялся то исчезал это тоже добавить такого приятного движения верхней частоты то есть вот мы уже слышим что происходит что-то интересное то есть ты сам слушаешь и ждешь что же будет в следующем такте происходить с этим пэдом ну и соответственно чем сложнее мы модуляцию сделаем тем это будет еще интереснее то что можно сделать можем сделать еще какой-нибудь и например назначить его тоже на фильтр допустим тоже готов сделать его быстрее прям значительно быстрее можно даже какую-нибудь форму другую выбрать но попробовать сейчас сделать автоматизацию элфа то есть у нас есть огибающие элт 3 и мы ее назначим на скажем так громкость элфа то есть у нас вот есть его 2 амп нас сейчас интересует на сам сейчас выключен на середину давайте его уберем на ноль то есть у нас сейчас не должно быть никакой автоматизации то есть вот фильтры нас не кубе они нету сейчас сделаю здесь вам побольше вот соответственно сейчас убрал и я хочу чтобы вот это огибающие управляла вот этой ручкой амп то есть у меня огибающий управляет лфо таким образом я выбираю фу-2 и еще здесь во 2 амп и делаю ну такое небольшое чтобы мне прям не сильно это там подкрывался а так чуть-чуть делаю воздействие этой огибающие на его и попробуем сделать тоже очень медленную атаку чтобы не сразу он прям открывался этот фон начинал действовать и постепенно закрывался то есть на суставе на нуле то есть у нас будет то появляться один раз и потом исчезать но это будет единожды то есть как вы услышали один раз произошло и исчезли принципе больше этого не будет здесь а есть мы хотим циклично то опять же нам нужно его то есть мы убираем вот этот это воздействие и находим по 3 и здесь также выбираем amp 2 можем здесь формы какие-нибудь другие выбрать волны более квадратный либо может что-то поинтереснее взять здесь форум очень много вот можно какую-то такую нестандартную чтобы так у нас мы сейчас работаем с очень длинным временем то это не какие-то быстрые биения а это представьте что это будет изменение вот вот по такой кривой в течение всей вашей партии ну и соответственно этим можно добиться интересно тоже результатов и также попробуем смоделировать по 2 а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok И попробуем то же самое сделать с эффектом. Например, чтобы плавно появлялся ревер и плавно появлялся, например, какой-нибудь хорус эффект. То есть я создам сейчас с открытым сустейном, с длинной атакой, огибающую и назначу ее на какой-то либо из эффектов. Например, на хорус dry-wet, то есть у нас просто хорус, будет постепенно как бы открываться. Сделаю тоже на серединку где-то. Сразу настроим. Ну здесь, в принципе, тоже, так как звук очень длинный и хаотичный, можно, в принципе, здесь настраивать такие произвольные параметры и потом на слух и подстраивать. Субтитры создавал DimaTorzok И давайте то же самое назначим на, например, ревер. Хотя сильно ревер здесь сейчас ощущаться не будет, потому что сам звук достаточно протяжный и длинный. Субтитры создавал DimaTorzok Ну здесь, таким образом можно делать такие интересные пэды. Естественно, я сейчас так все делал немножечко методом тыка, ну то есть без какой-то конкретной цели. Но для экспериментов это всегда очень полезно. То есть если вы просто, ну у вас нет какой-то конкретной цели, там, сегодня сделать какой-то звук, но чтобы не терять время, я бы вам советовал все-таки выделять какое-то время в своем графике работы с музыкой на то, что просто вот так вот открывать синтезатор и просто делать какие-то вот такие интересные модуляционные вещи, потому что по опыту знаю у многих начинающих пользователей синтезаторов, самая вот проблема возникает именно с модуляцией. То есть осциллятор освоить, фильтр освоить, это в принципе там все можно в кратчайшие сроки. А вот работа модуляции, именно заранее понять, как и что будет действовать, что на что должно влиять, чтобы получился какой-то определенный результат, то есть это кроме как экспериментальным путем вы себе в голову не уложите. То есть я говорю это по собственному опыту, когда я только-только начинал изучать синтезы, вообще работать с синтезаторами, я смотрел много курсов, я брал мастер-классы, мне все было понятно, я все видел, как люди делают, все понимал, что такое огибающие, ЛФО. Но когда дело доходило до того, что мне нужно самому сделать какой-то пэт или какой-то лид, я просто садился и, грубо говоря, вставал и уходил, потому что ничего не получалось, получалось просто какой-то ужасные звуки, и я понял, что проблема в том, что просто нет никакой практики. При этом при полном понимании того, за что какие ручки отвечают, я просто не понимал, что с этим делать, то есть что и как выкрутить, чтобы получить тот результат, который у меня звучит в голове. И это просто, вот этот барьер, он преодолевается только экспериментальными путями, то есть нет никаких тут легких лайфхаков, что вот сюда нажали-сюда нажали, и у вас пожизненно будут крутые пэды и разнообразные получаться. Нет, то есть вам нужно вот таких вот звуков, как я сейчас накрутил, накрутить порядка тысячи, их все запомнить, их понять, и тогда в следующий раз, когда вам нужно будет какой-то пэд сделать, вот прям вот у вас в голове прям есть, что вот здесь должен быть такой мягкий плавный пэд, вы тут же открываете более удобный для вас синтезатор, опять же повторюсь, абсолютно не обязательно это делать в каком-то конкретном, там в спайре или еще в каком-то, это может быть любой синтезатор, в котором достаточно органов управления, чтобы воздействовать на звук тем или иным образом, а в случае пэда, тема нашей сегодняшнего видео, это особенно важно, потому что, например, для лидов порой бывает вообще достаточно там одного осциллятора и фильтра, и больше ничего не нужно, а вот для таких звуков, как пэд, какие-то вот такие сложные, какие-то комплексные, там массивные лиды, там какие-то многонотные, скажем так, там как в трансмузыке, там уже ограниченным функционалом синтезатора не обойдешься, то есть это нужен какой-то более продвинутый синтезатор. Но опять же говорю, та же Алхимия, например, если у вас только есть Logic и нет никаких сторонних синтезаторов, в Алхимии тоже идеально создан для пэдов в том числе, потому что там огромный выбор осцилляторов, огромный выбор волн, огромный выбор модуляций, то есть там не только LFO и огибающие, там еще и всякие другие степперы и прочие, кстати, здесь тоже степпер есть, то есть можно его использовать. То есть опять же, это все нужно попробовать обязательно на практике, без этого вы просто не будете понимать, для чего вообще все это здесь нужно. Так что, а так в целом мы сегодня, делая этот патч, в принципе затронули практически все основные функции этого синтезатора, то есть мы использовали секцию эффектов, мы поработали с фильтрами, мы поработали с осцилляторами и, конечно же, поработали с секцией модуляции и всячески ее использовали. То есть, по сути, мы синтезатор для этого звука, ну, может быть, не на 100%, но близко к тому использовали. Поэтому, если вы такую практику проведете, то любой синтезатор, который у вас есть, вы можете таким образом очень быстро изучить, понять его основные органы управления, что к чему, и уже пользоваться уже в конкретных каких-то музыкальных композициях, примерах и так далее. Ну что, на сегодня это все. Обязательно попробуйте это самостоятельно, поэкспериментируйте, можете сделать какие-то свои звуки, и это будет здорово. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я все прочту, на все отвечу. Ну, а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, всем пока!